Домашних животных можно не только любить и леять, но и дрессировать. В Екатеринбургский цирк вместе с программой Африканские львы приехала Татьяна Богданчикова с красочным шоу аргентинских попугаев. Сегодня Татьяна у нас в гостях и не одна, а с замечательным своим таким красивым любимцем. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут нашего главного героя сегодня? По паспорту Яши, но мы его зовем Яшечка. Яшечка, вот так вот ласково. Яшечка, по-моему, утренний эмоцион, да, у него? Да, прихорашивается. Прихорашивается, чистят перышки. Татьяна, попугаи вообще недоброжелательные такие птицы? Не все. Не все. У нас шесть попугаев, два арамакао, два синих-желтых и два зеленокрылых. Они самые большие, самые крупные. Раза в два крупнее, чем Яшечка. Вот. Но у нас вот один злодей, Кеша, то есть точно такой же, но он такой провоцирует всех попугаев на какие-то скандалы, склоки, драки. Он кричит постоянно. Вот такого дома, если держать, это просто вот... Склочный характер. Склочный характер ужасный. Из-под тишка он пытается где-то прикусить, ущипнуть. Вот он... Ты все время от него ожидаешь какой-то вот... То есть даже вы, получается? Даже меня. Меня никогда, в принципе, не кусают. Но вот Кеша может. Он даже один раз, получилось, я его выносила в дверь, выходила из комнаты, где они сидят. И он ни с того, ни с сего. Мне вот здесь вот прикусил бровь, аж кожа затрещала. То есть я не ожидала, что он вот просто так разыгрался и смог мне больно сделать. То есть попугай может быть опаснее льва. Ну, конечно, да. А яшечка, какой-нибудь характер? Он доброжелательный. Дело в том, что я его купила в Тюмени, в зоомагазине. Купила вот 15 лет назад, получается. Я зашла в магазин, он сидел. Я спросила, ручное, неручное. Сказали, что он мужчин вообще ненавидит. То есть он на них сразу поднимает крылья, угрожает. Сразу идет, пытается укусить. Женщина еще терпит. Как-то, но все время прикусывает. И они его брали на палочку. Я говорю, ну, можно его посмотреть? Они говорят, ну, попробуйте. Я его так позвала потихонечку. Погладила вот так вот его. Дала ему руку. И он пошел на руку. То есть продавцы говорят, он у нас год сидит в магазине, у нас такого еще не было, что попугай сразу пошел в руку. Вот. И я через несколько дней приехала, и я его купила. Так он признал меня, что я хозяйка. Он никого ко мне не подпускает ни попугаев, ни животных никаких. Он сразу пугает, что это мое. То есть вот любовь с первого взгляда. Да. Вообще, почему из всех животных вы выбрали вот именно пернатых? Ну, дело в том, что... Для работы. Я дрессировала и обезьяны, и собачек, и с медведями была связана, и с тигрятами выращивали тигрят. То есть надо было выгуливать их, помогали. Вот. Ну, с птицами, не знаю, они очень стайные птицы и контактные птицы. То есть если ты будешь с любовью к нему относиться, такая же отдача будет. То есть он будет любить, там, прихорашивать и перышки тебе чистить. И с ними интересно. Они интеллектуально очень понятливые животные. То есть они понимают слово, понимают твое настроение. С ними интересно. Вот вы сказали, что характер очень разный. Наверное, и от характера зависит дрессировка, да, легко или сложно дрессировать их. Но, в принципе, они просто поддаются дрессировке. Они поддаются, потому что вот у меня все, они пришли уже в взрослом возрасте. Ни одного маленького, вот с птенца, я не брала. И они все идут по-разному. Один трюк репетируешь, один быстрее учится, другой медленнее. То есть если вот он к тебе доверяет, попугай, он быстро научится. Если он боится как-то или реагирует как-то не так, вот он бумажки любит, на яшечку бумажку. Бумажки, да, читающий такой. Давай покажем, как мы будем, не возмущаясь, надо же вот так показать, как мы будем ее грызть. А есть ли такое, что если одного, допустим, попугая, как-то хвалишь его, да, за проделанную? Второй ревнует. Ревнует, то есть у них есть, да, реакция? Как они проявляют это? Ну, Аркаша был сине-желтый, он у меня все время любил на левом. То есть у них была конкуренция, кто быстрее сядет на плечо, и кого я буду гладить первого. Вот. И нельзя было при Аркаше хвалить Яшу. Сразу истерический крик, возмущение, как так Яшу хвалят. То есть и они подрались даже, дрались из-за меня, что вот лишь бы не подходить, не подпускать конкурента. Так как он совсем ручной, мы висим на клюве, вот видите, да? То есть если я его беру на руку, я его сначала беру за клюв, висеть. Яшечка, висеть, висеть, висеть. Не проснулся Яша еще? Нет, нормально висеть. Вот. Так же мы его научили лежать тихо, лежать на спине. У меня был попугай, которого я жонглировала. Сейчас я другого учу, я его подкидываю с руки на руку. То есть он лежит на крыльях, получается? Лежат, да. Ой, какой! Послушный. Молодец. Да, молодец. Видите, он особо-то не сопротивляется. Что он знает, что я его не уроню, он доверяет полностью. Помимо вот этих прекрасных попугаев, что еще в программе можно будет увидеть нашему зрителю? У нас второй номер с мужем – это южноамериканские еноты-носухи. Очень смешные животные, очень интересные. То есть они в себя вобрали дрессуру кошек, обезьян, медведей. Но они больше на медведей, мне кажется, похожи по повадкам. То есть они по любой трубе могут подняться. То есть у них и когти, и пальчики на лапках есть. Они интересные трюки делают. И сами по себе интересные животные. То есть совершенно ни на что не похожи. Зрители смеются. Напоминаю, что у нас в гостях было удивительно интересное выступление вот этого вот замечательного Яши и Татьяна Богданчикова с представлением шоу «Африканские львы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова